Здравствуйте, вы находитесь на канале Дмитрия Трофимова и я тут самый Дмитрий Трофимов. Сегодня я расскажу вам, почему парню, у которого есть социальная тревожность, есть социофобия, не нужно, категорически запрещено идти в пикап тренинги. И опять же, может быть это не пикап тренинги, некоторые, а всякие авторы и тренеры называют это по-другому. Может быть знакомство с девушками, преодоление себя, опять же нужно выходить куда-то на улицу, с кем-то знакомиться. Может быть даже не на улице, может быть и на сайте знакомств. Но суть одна, что это какой-то тренинг, который подразумевает соблазнение и знакомство с девушками. Так вот, это в большей степени сейчас обращение именно к парням, у которых есть социальная тревожность. Ребята, сейчас пошаговая система. Записывайте, как вам действительно нужно проходить процесс, через который вы все-таки действительно получите девчонку. В итоге вы все равно познакомитесь, у вас будут отношения и все у вас будет хорошо. Первый шаг. Запишите или запомните. Категорически запрещено проходить всякие тренинги, основанные на знакомстве с девушками. Второй пункт. Вы в любом случае оставляете общение с девушками. То есть общаться как друзья с девушками можно и даже нужно. Это второй пункт. Третий пункт. Вы убираете у себя одновременно с тем, что вы общаетесь с девушками, вы убираете у себя социальную тревожность, социофобию. Видео на моем канале уже есть, как можно работать социофобией. Опять же, трансляция есть. Опять же, вы можете узнать, есть ли у вас вообще социофобия. Тоже видео это есть, можете посмотреть. Ссылки только что появились. Это был третий шаг. Вы убираете у себя социальную тревожность. Четвертый шаг. После того, как вы точно знаете, что у вас нет социальной тревожности, вы еще раз прошли мой тест по социофобии. Вы выходите на улицу, у вас все хорошо, вам спокойно внутри. И нет тревожных мыслей, ваше тело не деревенеет, не напряжено, у вас нет негативных эмоций, вы чувствуете себя хорошо. И только после этого можно уже задать себе вопрос. А хочу ли я большего? Может быть, я хочу раскрепощения. Одно дело убрать у себя социальную тревожность, другое дело раскрепощаться. В этом случае вы действительно можете себе поставить задачу. Пройти, может быть, какой-нибудь тренинг по пикапу, по знакомству с девушками. Опять же научиться каким-то образом с ними сближаться. Только после того, как вы убираете у себя социальную тревожность, вы переходите на следующий этап. Важно понимать, если у вас есть социофобия, есть социальная тревожность, и вы идете на пикап тренинг, вы начинаете преодолевать себя. У вас и так очень много тревожных мыслей, у вас и так очень много тревожных состояний. Получается, вам нужно в любом случае преодолевать себя и подходить к девушкам с ними, знакомиться. Вас будут заставлять это делать. Но ваша нагрузка будет в несколько раз больше по сравнению с человеком, у которого нет социальной тревожности. И это не самое главное, а то, что у вас негатив закрепляется в несколько раз сильнее по сравнению с обычным человеком. То есть, если у вас есть социофобия, вы подходите к девушке, и девушка вас послала, сказала, молодой человек, пошел ты в попу. Обычный человек расстроится, он будет грустить, но его через какое-то время отпустят. Социально тревожный человек, он это запишет себе в голову и подтвердит, что люди агрессивны. И поймите, что когда вы подходите на улице к девушкам, у вас нет гарантии, что все девушки будут вам мило и добродушно отвечать. Есть вероятность, хотя бы маленькая, но может быть вероятность, что вы встретитесь с какой-нибудь негативной девушкой, потому что у нее хомяк, например, сдох. Соответственно, ваш негатив усиливается многократно, потому что у вас и так есть социальная тревожность. Помимо этого, когда вы постоянно себя преодолеваете, у вас постоянно вырабатывается адреналин и кортизол. Организм постоянно вырабатывает это, когда вы выходите в социум. В какой-то момент это усугубится, и вы уже не выйдете на улицу. Вы записались на пикап-тренинг, вы преодолевали себя, прошла неделя, и вам нужно выходить дальше на улицу, но вы этого не сделаете. Потому что слишком большую нагрузку вы получили. Представьте, что социальная тревожность это 20 килограмм дополнительного веса. Вот вы рюкзак с собой с камнями носите, вот это есть ваша социальная тревожность. Когда вы начинаете еще преодолевать себя и подходите на улице к девушкам, чтобы с ними познакомиться, пообщаться, это вы добавляете к своим 20 килограмм еще килограмм 40, и того получается 60. Обычный человек справится с этим состоянием. Социофоб не справится с этим состоянием. У него появится отвращение к девушкам, у него усилится страх вообще выходить на улицу, усилится социальная тревожность. Два. Три. У него понизится еще сильнее самооценка о самом себе, потому что у него будут какие-то неудачи, и это усилит его состояние, да, опять же, понизит его самооценку многократно. Это три. Ну и последствия, опять же, могут быть разные, и поэтому лучше это не делать. Давайте все вместе подытожим, что нужно делать. Первое. Никаких пикап, тусовок и тренингов. Второе. С девушками нужно в любом случае просто общаться как друзья. Не нужно их соблазнять, не нужно каким-то образом с ними сближаться, просто общайтесь. Третье. Убирайте у себя социальную тревожность, проходите практику, опять же, все рекомендации есть на моем канале. И четвертое. После этого задавайте себе вопрос. После того, как вы точно знаете, что у вас социальной тревожности нет, или она снизилась многократно, вот только после этого задайте себе вопрос, а хочу ли я большего. И может быть тогда в этом случае вы уже записываетесь в пикап какую-нибудь тусовку, какой-нибудь тренинг. Только после того, как вы убрали у себя социальную тревожность. И может быть такой вопрос. Вот ты сейчас рассказал о парнях, о девушкам. Что делать девушкам, если она социально тревожна? Те же самые пункты. Не нужно записываться на какой-нибудь тренинг, где нужно соблазнить альфа-самца, вытащить у него все деньги. Не нужно. Сначала нужно просто общаться с парнями по-дружески, убирать у себя социальную тревожность и только после этого задать себе вопрос, а хочу ли я большего. В общем-то рекомендации точно такие же. И на сегодня все, дорогие мои телезрители. Надеюсь, мой канал вам приносит пользу. Надеюсь, это видео вам также приносит пользу. Рекомендуйте мои видео, рекомендуйте мой канал своим знакомым, близким, родным, друзьям. Поставьте лайк под этим видео. И хорошего вам настроения, денег побольше как минимум. 2 миллиона долларов. И пока-пока. Когда у меня была социофобия, я преодолевал себя, подходил на улице к девушкам. В какой-то момент я понял, что не хочу знакомиться. Я понял, что я не хочу сближаться с девушками. Я вообще не хотел выходить из дома. До такой степени я преодолевал себя и наносил себе вред. Не повторяйте моих ошибок, ребят, потому что последствия будут необратимы. Сначала убирайте у себя социальную тревожность.